всем привет сегодня 22 апреля как вы заметили моя активность на канале снизилась заметно в последние пару недель но причины объективны потому что у всех кто каким-либо образом связан с сельским хозяйством сейчас жаркие недели особенно на фоне проливных дождей вот по крайней мере у нас на кубани в течение последних трех недель битва за урожай танцы под дождем и так далее все включено так сегодня несколько тем видео не очень будет долго постараюсь в 10 минут уложиться вашего времени сначала что хочу сказать вот сегодня 22 апреля ровно три года назад 22 апреля восемнадцатого года я загрузил первое видео на этот канал то есть сегодня каналу три года на экране тоже об этом уведомление есть большой путь я прошел лично сам за эти три года в плане совершенствования выращивания инжира в плане ведения деятельности канала в плане качества видео как я надеюсь что улучшения они очевидны и как я уже говорил в шутку не раз что больше всего пользы от этого канала влад инжирный вот этого проекта получил именно я потому что все для себя за эти три года структурировал систематизировал посмотрел на все аспекты под разными углами в разных ракурсах и как я считаю практически уверен в этом что выбрал для себя наиболее эффективные и наименее трудозатратные но сохраняющие практически максимальный результат процессы включая бизнес-процессы и продолжаю развиваться спасибо всем кто многие из вас человек несколько лет мы общаемся на этом канале это все очень приятно все очень прикольно благодарен вам за за это за все как и новым новым участникам нашего сообщества все очень здорово сам удивляюсь периодически но новые участники появляются и мы уже перешли черту 8000 подписчиков нашем сообществе на этом канале понятно что потому как как вообще вот происходит развитие видно что я не хочу уже четвертый год ходить по кругу и у папа новой проходить все основные темы хотя мы будем касаться конечно вновь прибывшим ребятам все это естественно интересно но 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 конечно многом я бы рассказал сейчас еще интереснее и более тезисно но тем не менее мы все равно в процессе на стримах в каких-то постах да и видео все равно проговариваем все основные аспекты это 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 никуда не девается и можно составить для себя какую-то картину на начальном этапе что позволит несколько упростить инжирную деятельность ни к чему еще раз скажу не призываю выработал для себя такую линию это вообще бесполезно кто что сам может найти я сам так живу где-то что-то посмотрел сам учишься сам самообразовываешься и таким образом достигаешь результата искать кого-то кто кто бы тебя чему-то научил бесполезно вообще какой то вот мы с вами общаемся в комментариях и в режиме уже практически живых трансляции и вот какой то вот средний взвешенный консенсус прогноз консенсусное мнение мы с вами вырабатываем и примерно становится понятно что там и для себя каждый корректируем и немножко так подкручиваем до нужного состояния поэтому на канале назрели изменения связанные прежде всего с тем что с этого года как я уже говорил я начинаю большую инжирную игру до прошлого года я более-менее справлялся сам со всей инжирной деятельностью то что все заняты на других направлениях и я на них занят тоже касающиеся сельского хозяйства и не только различные проекты различные источники дохода в том или ином в той или иной доли от общего от общей выручки как говорится но с этого года инжиром будут заниматься все жена дети родители собаки кошки все все станут инжира френдами буду заниматься спелыми плодами буду заниматься джемами с сушеным инжиром саженцами как вы уже заметили круглый год разные сорта проверенные сорта лучшие сорта по урожайности больше меня мало что интересует любой правильно сформированный пуст морозостойки его легко укрывать это можно долго изучать но можно просто все это очень быстро понять исходя из того что мы с вами говорим это что мы с вами здесь наблюдаем на этом канале так с осени будет запущен интернет сайт раз уж я раскручиваю маховик деятельности по распространению саженцев кроме этого на этом канале вообще для чего этот канал вот о чем он будет дальше первое естественно это вот общение есть 100 200 300 человек с которым мы общаемся несколько месяцев и мы друг друга уже практически знаем когда мы уже начинаем общаться мы уже помним кто как смотрит на какие-то моменты это все очень прикольно вот это самое главное кто-то к этому скептически относятся но вот инжирное сообщество инжирная паутина разные страны человеческое общение уважительные отношения это все очень здорово это редкость в нашем вообще мире которые давно сошел с ума и вот это я все очень ценю надеюсь как и вы те кто со мной общается я с вами с удовольствием всегда на связи просто единственно но зимой легче общаться меньше загрузка сейчас пик вообще высокий сезон в плане работы так второе на этом канале мне очень удобно выгружать и хранить в качестве ссылок видео презентационное информационное на различных ресурсах я прикрепляю свои видосы ну и логично так как они об инжире они в принципе в рамках тех тем которые мы обсуждаем они дают нормальную мотивацию и для меня даже я вот смотрю второй год на на вот эти видео ряды я просто понимаю зачем я занимаюсь и к чему я вообще иду и что я хочу снова повторить и вообще приумножить тиражировать но смотрите даже это вот то ради чего весь этот цирк это второй момент ну и третий момент сейчас хочу на него сделать отдельный акцент это то что канал станет двуязычным сейчас много работы еще раз повторюсь времени особо нет но здесь чем дальше тем чаще будут появляться видео на английском языке посты на английском языке презентационные какие-то материалы на английском языке я вас прошу очень много также все продолжится на русском я буду как вам говорил постоянно пытаться что-то придумывать идеи есть чтобы мы не повторялись что было интересно улучшать качество видео нам качество звука более структурировано и тезисно говорить об инжире самые интересные моменты подчеркивать но два канала ввести пока у меня нет времени может быть в дальнейшем я их разделю поэтому просьба отнестись с пониманием просто игнорируйте может быть там будут субтитры на русском языке до этого не нужно просто заморачиваться на этот счет все то же самое уже было будет на русском языке это все можно посмотреть с чем это связано это все связано с тем что ну реально раз уж я три года на это потратил и в принципе исходя из своих планов мне интересно и просто вот творческие с позиции ну вообще с разных моментов мне интересно выйти в плане общения в плане каких-то бизнесовых моментов мне интересно выйти на англоязычный сегмент но вы понимаете что все-таки емкость этого рынка и вообще все прочее ну весь мир горит на английском до большинство международный язык общения и поэтому мне все это очень очень интересно дальнейшем если сформируется и англоязычные подписчики я с удовольствием буду вести стримы и на английском языке что еще хочу сказать что мы с вами 7 стримов провели вот до начала полевых работ все это было отлично мне понравилось сейчас пока немножко пауза потому что но вот просто возвращаешься уже домой 8 9 вечера с 5 утра танцы идут поэтому поэтому конечно немножко она все не удобно и некомфортно что хочу сказать по поводу вообще ситуация еще на рынке саженцев все дорожает вы видите как какая вообще ситуация с ценами вокруг нас и не исключение не исключение и саженцы инжира цены растут но качество качество посадочного материала на мой скромный взгляд она остается на том же уровне ну то есть люди с удовольствием платят 500 рублей за отличный красивый саженец который большой доли вероятности не будет приносить им достаточно инжира не эта ситуация нравится она меня вдохновляет то что люди платят деньги непонятно за что очень часто вообще вот есть плохой инжир или нет ну я не могу сказать что есть плохой инжир просто это попахило какими-то дешевыми понтами когда вы подходите к кусту и срываете спелый плод инжира это всегда здорово но между нами классными ребятами и девушками и хорошим инжиром на другой на другом конце отрезка вот между нами есть тонны сотни тысяч дерьмовых саженцев они красивые классные но это все не то муж это с вами обсуждали задумайтесь немножко об этом инжир это не шпинат не редиска за месяц не не вырастает заново если вы передумали вдруг или что-то вас не устраивает теряются годы теряется энтузиазм и таким образом теряется время самое главное время поэтому это еще раз небольшой повод задуматься пути решения этой проблемы они очень простые их несколько их очень много можно про очень легко найти урожайных сортов много вот сорта которая я буду продвигать что называется я отталкиваюсь от того что куст дает 100 килограмм инжира вот эта черта если я нахожу такой сорт для меня неважно как он называется он попадает в мою коллекцию я его тиражирую развиваю и через видео презентации вот как допустим вот эти видео ряды это вот гибрид к доты да также будут появляться летом осенью и дополняться презентации новых сортов я их называл уже мы посмотрим что получится по факту плюс появится экзотические сорта но тоже довольно довольно правильно довольно качественная так как пока то что я предлагаю ограничиться буквально двумя-тремя сортами то пока я сайт не запускаю но с осени я думаю он заработает вероятность этого сто процентов следите за информацией вообще много чего буду делать интересного ну то что нравится лично мне то что я планирую но просто даже наблюдение за этим она я думаю даст какие-то какие-то наметки какие-то намеки какие-то позитивные ориентиры потому что мы с вами здесь обсуждали что 90 процентов посетители этого канала это ребята парни и девушки которые на начальном этапе своей инжирной деятельности находятся первый второй год я более-менее разобрался за три года поэтому в принципе можно год-два сэкономить просто где-то что-то тут посматривая так я говорил что 22 апреля сегодня три года каналу посмотрел что вообще происходило в эту дату в истории земли и в общем вот кроме всего прочего 22 апреля это день земли вот в глобальном значении день нашей планеты международный праздник так что видите в принципе это можно так немножко притянуть за уши и рассмотреть как какой-то не знаю знак для того что ну вот каналу три года он запущен в день земли и поэтому наверно какие-то шансы на масштабность и развитие они есть и я займусь реализацией воплощением этих шансов так вот уже 17 минут вместо обещанных десяти спасибо всем кто досмотрел так ну сайт будет называться как-то скромно best fix лучший жир или из россии с любовью или из россии с инжиром вам раша выдлав вам раша вот fix посмотрим что какое после меня будет видение настроение как я будет свободная адреса сайтов что-то еще хотел сказать немножко не в той последовательности все изложил но в целом целом ситуация такого до инжир постепенно начинают просыпаться на следующей неделе я буду в районе своих плантации обязательно будем смотреть знаю точно что саженцы посажены летом то есть молодые пусты полностью без укрытия они просыпаются так что я настроен по-прежнему очень очень оптимистично так ну реально из 8 сортов прям видно вот что многие подмерзли сильнее это очевидно поэтому в принципе так в чистом виде если бросать кусты то разница все-таки в морозостойкости есть но но опять же если правильно формировать несколько лет то выживет практически ну конечно если не сажать где-то там на крайнем севере не знаю в сибири где-то еще где стабильно вам 30-40 градусов это это я бы честно говоря проверил и был бы в себе довольно уверен в этом плане то есть все можно сохранить все можно сохранить вопрос конечно если холодно и рано наступают холода октябрь вот даже сентябрь то просто не будет вызревать урожай а так можно выращивать но конечно в северных широтах в холодных в регионах с суровой зимой с прохладным летом конечно проще но если для себя выращивать то проще ставить теплицу плане промышленного выращивания у нас в россии инжир в теплицах не очень распространен мягко говоря но вот то что касается врач на локально для своих целей для каких-то локальных рынков то эта тема набирает обороты еще раз скажу что выращивание жира в теплице это другая игра повторюсь что например голландия которую не найдешь на карте она на миллиарды долларов экспортирует инжира понятно что у них все в теплицах также как цветы также как овощи кто бы мог подумать никогда бы не подумал что турция держит 70 процентов инжирного рынка как в тоннаже так и в экспортных ценах но вот голландия меня просто шокировала сколько у нас регионов где инжир можно выращивать даже несмотря на то что может быть даже надо укрывать но тем не менее у нас очень тепло а его нигде не выращивать почему ну потому что ну потому что все как обычно так 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 21 минута спасибо вам на следующем деле мы посмотрим как просыпаются кусты самый важный момент зимовья зверей как перезимовали потому что все остальное творчески главное чтоб кусты были живые и были в порядке а с остальным совсем можно разбираться по ходу дела спасибо вам всем большое за внимание надолго не прощаемся с уважением владимир пока до свидания